Добрый день, дорогие ребята! Сегодняшний урок полезен будет тем, кто усиленными темпами готовится к сдаче профильного уровня ЕГЭ по математике. Тема нашего сегодняшнего урока – графический метод решения задач с параметрами и его частный случай – метод областей. Я хочу сказать, что это касается номера 18 профильного уровня ЕГЭ по математике. Это задание оценивается четырьмя первичными баллами, за которые стоит бороться. Я хочу сказать, что тема нашего сегодняшнего урока очень перекликается словами известного французского математика, механика, который говорил. Но когда эти науки, алгебра и геометрия объединились, они энергично поддержали друг друга и быстро зашагали к совершенству. И вот эти элементы совершенства мы сегодня с вами и увидим, решая эти методы задачи. Я хочу сказать, что метод областей – это один из самых простых, доступных, наглядных способов решения очень сложных задач с параметрами. Он охватывает достаточно большую группу задач. Можно решать этим методом неравенство, уравнение их системы. И, конечно же, первый возникает вопрос. Какие виды задач можно решать этим непосредственно методом? Ну, прежде всего, это задачи, в которых один задан один параметр и одна переменная х. Второй вид задач – это задачи, в которых параметр и переменная образуют некоторые аналитические выражения f от xa или g от xa. И третий вид задач – это задачи, в которых графики этих аналитических выражений строятся достаточно легко в системе xoa или aox – координатно-параметрической системе. И первое, с чего мы сегодня с вами начнем – это рассмотрение и применение метода областей для решения неравенств с двумя переменными с параметром. Я хочу сказать, что этот метод областей является обобщением вам известного метода интервалов, который применяется для решения неравенств с одной переменной. Итак, если мы сравним последовательность решения методом интервалов неравенств с одной переменной и сравним последовательность решения неравенств с двумя переменными методом областей, то у них очень много общих моментов. Вы видите, первый этап – это нахождение области определения функции, которая находится в левой части неравенства. Нахождение нулей этой функции или для метода областей они называются граничные линии. Понятно, что мы используем методы интервалов ось, а в методе интервалов будем использовать координатную плоскость, на которой определяем знаки для метода интервала в образовавшихся промежутках, а для метода областей – знаки функции в образовавшихся областях. Ну и понятно, по внешнему виду либо рисунка на оси, либо на координатной плоскости, соответственно, мы будем с вами определять ответ. На конкретном примере мы с вами рассмотрим последовательность всех этих действий. Итак, рассмотрим задание. Найти все значения параметра А, для каждого из которых неравенство х квадрат плюс 2Ах плюс А квадрат минус 1 больше нуля выполняется при всех значений х, принадлежащих промежутку от 1 до 3. Итак, неравенство вида выполняется для всех значений х, которые принадлежат промежутку от 1 до 3. Решение. Итак, рассмотрим функцию, которая стоит в левой части этого неравенства. Это функция двух переменных. И первый шаг для решения методом областей находим область определения этой функции. По внешнему виду переменная х и а могут принимать любые значения от минус бесконечности до плюс бесконечности. Поэтому область определения этой функции х принадлежит всем действительным числам и а также принадлежит всем действительным числам. Следующим этапом является нахождение нулей или мы для метода областей говорим граничных линий. Для этого, чтобы их найти, надо приравнять нашу функцию к нулю, а именно х квадрат плюс 2ax плюс а квадрат минус 1 равно нулю. Мы получили уравнение с двумя переменными, которые должны решить. Но единственного решения понятно, что это уравнение не будет иметь. Мы, другими словами, при решении должны выразить одну переменную через другую. Легко увидеть, что первые три слагаемых, если их сгруппировать, то они представляют собой квадрат суммы х и а. И дальше для решения этого уравнения мы можем разложить левую часть на множители, используя формулу разности квадратов. Тогда получим х плюс а минус 1 умножить на х плюс а плюс 1 равно нулю. Получили произведение равно нулю. Каждый ученик знает, что когда хотя бы один из множителей равен нулю, поэтому к нулю можем приравнять первый множитель или второй. И выразим с каждого уравнения одну переменную через другую. Но поскольку мы будем изображать эти линии в координатно-параметрической системе координат х, о, а, то для удобства выразим в этом случае переменную а. С первого уравнения получим а равно минус х плюс 1. И во втором случае а равно минус х минус 1. Итак, эти уравнения представляют собой в координатно-параметрической плоскости прямые, для построения которых достаточно двух точек. Для удобства возьмем 0. Значение а будет иметь 1. И если возьмем 1, это будет 0. И вторая прямая сразу определим точки. 0, минус 1 и минус 1, 0. Изобразим графики этих прямых в координатно-параметрической плоскости. Хочу обратить ваше внимание на то, что сами линии, эти прямые, будут изображаться пунктирной линией, потому что согласно знаку неравенства координаты точек, которые находятся на этих прямых, не являются решением неравенства. Итак, первая прямая 0, 1, 1, 0. Итак, это прямая а равно минус х плюс 1. И вторая 0, минус 1. И минус 1, 0. Эти прямые или граничные линии нашу координатную плоскость разбили на 3 области. Пронумеруем их. Первая, вторая, третья. И, соответственно, в каждой из областей мы должны определить знак нашей функции в зависимости от координат точек, которые находятся в ней. Как это можно сделать? Итак, рассмотрим первую область. Для этого в этой области выберем произвольную точку, которая в ней находится. Для удобства, понятно, мы берем значения, которые удобны при вычислениях. Итак, это точка 0, 2. И определим значения нашей функции, рассматриваемой, в этих при х, равном 0, и а равно 2. Тогда f от 0 и 2 будет равно, отставляя числовые значения, в данную формулу. Итак, получим 4 минус 1, это 3. А значит, 3 положительное число, и в первой области данная функция для всех точек, которые там находятся, имеет положительный знак. Вторая область. Выберем точку, принадлежащую этой области, это точка с координатами 0, 0. И, соответственно, значение функции в этой точке, если мы подставим, получим минус 1, меньше 0, отрицательное значение, а значит, функция имеет в этой области знак, для любых точек, отрицательный знак. И третья область. Это выберем точку с координатами 0, минус 2. И также определим знак данной функции. Подставляем 0, 0. 4, минус 1. Больше 0. А значит, для любых точек этой области данная функция имеет положительный знак в этой области. И, согласно условия, мы должны определить те значения x и a, при которых данная функция, рассматриваемая, принимает положительные значения. По определению знака мы уже увидели, что это любая точка, которая находится в первой или в третьей области. И возвращаемся к условию. Мы помним, что нам необходимо определить значения параметра a, при которых решения этого неравенства будут еще удовлетворять условия, что значение x должно находиться между этими значениями, от 1 до 3. И также множество этих точек изобразим в данной координатной плоскости. Это будет полоса, состоящая из точек, расположенных между прямыми x равен 1 и x равен 3. Знак нестрогий, неравенственный. Значит, эти линии изображаются сплошными. Пунктирные линии, которые мы изначально проводили, пересекая наши прямые x равен 1 и x равен 3, вырезают на этих прямых точки. Поэтому, соответственно, точки пересечения изображаем выколотыми. И вот по данному изображению мы теперь можем ответить на главный вопрос задачи. При каких значениях a решением неравенства будет являться этот промежуток от 1 до 3? Для этого берем горизонтальную прямую или прямую перпендикулярную параметрической оси и сканируем снизу вверх наш рисунок, так, чтобы убедиться, что весь промежуток от 1 до 3 находится в области решения, которое мы выделили. Легко заметить, что до этой точки, до нижней, полностью весь промежуток этот от 1 до 3 будет входить в область решения. В самой этой точке мы видим, что левый край этого промежутка не будет являться решением. Двигаясь вверх, мы обращаем внимание на то, что только часть промежутка от 1 до 3 входит в область решения данного неравенства. Если прямая пересекает, соответственно, вообще вот две эти выколотые точки, то в этом случае вообще нет решений. и двигаясь дальше, до того момента, когда мы увидим, что промежуток от 1 до 3 также принадлежит полностью области решения. В данном случае это будет значение А, которое чуть выше будет располагаться, нежели ось Х. для этого случая, это А равно 0. То есть это значение А снизу до этой точки и от 0 до плюс бесконечности. Конечно, координаты точки пересечения прямой, которую мы с вами построили, достаточно легко найти, поскольку эта точка пересечения прямой Х равен 3 с прямой нашей параметрической минус Х минус 1. Подставляя вместо Х минус 3, мы обратим внимание, что это будет минус 3 минус 1 минус 4. Значит, в этом случае А равно минус 4. Итак, от минус бесконечности до минус 4 и от 0 до плюс бесконечности. И, соответственно, ответ обязательный должен быть при решении этих заданий. А принадлежит промежутку от минус бесконечности до минус 4 не включая это значение, поскольку левый край промежутка, я уже говорила, не входит в решение, и от, объединяя с промежутков от 0 до плюс бесконечности. Вот так выглядит одно из заданий, номер 18, с использованием метода областей. Если в предыдущем примере мы с вами рассмотрели применение метода областей для решения неравенства с параметрами, то сейчас я хочу предложить вашему вниманию применение метода областей для решения уравнения с параметром. Итак, рассмотрим задание. Найти все значения параметра А, при каждом из которых уравнение логарифм от А минус Х плюс 2 по основанию 1 минус Х равно 2 имеет хотя бы один корень, принадлежащий промежутку от минус 1 до 1. Итак, чтобы приступить к решению, мы будем с вами рассматривать первоначально это уравнение, как будто в нем нет параметра, и перейдем к равносильной системе. Итак, первое требование – это существование логарифма, которое говорит о том, что подлогарифмическое выражение А минус Х плюс 2 должно быть больше нуля. Кроме этого, переменная в основании означает основание логарифма. 1 минус Х также должен быть больше нуля и не равен 1. И на основании определения логарифма логарифм – это показатель степени, в который необходимо возвести основание, чтобы подлучить подлогарифмическое выражение. Соответственно, мы получим уравнение. А минус Х плюс 2 равно 1 минус Х в квадрате. Эти все условия выполняются одновременно. И, соответственно, мы должны найти решение этой системы. Для этого с первого уравнения выразим переменную А. Со второго найдем Х. Перенося в правую сторону, мы получим Х меньше единицы. Третье неравенство говорит при решении его Х не равен нулю. И четвертое уравнение, чтобы понять, как оно будет изображаться в координатно-параметрической плоскости, немножко его выпишем отдельно, упростим. Для этого раскроем скобки. Равно квадрат разности, это 1 минус 2Х плюс Х квадрат. И также выразим в этом уравнении переменную А. А равно Х квадрат. Перенося в правую сторону, мы получим минус Х минус 1. Изобразим, соответственно, решение неравенств и равенств в координатно-параметрической плоскости ХОА. Итак, для этого немножко рассмотрим, что представляет собой решение каждого неравенства первого и второго А больше Х минус 2. Решением этого неравенства при изображении являются все точки координатной плоскости, которые находятся выше прямой А равной Х минус 2. Причем сама прямая изображаться будет в пунктирной линии, потому что точки, принадлежащие ей, не являются решением данного неравенства. Соответственно, для удобства строения две точки определим 0 минус 2, если Х равен 2, а равно 0. Соответственно, изобразим эту прямую 0 минус 2 и 2, 0. Так, это А равная Х минус 2. Итак, решение все точки, которые находятся выше этой прямой. Следующее неравенство. Х меньше единицы. Решением являются все точки координатной плоскости, которые находятся левее прямой, Х равная единице. Сама прямая также изображается пунктирной линией, поскольку координаты ее точек не являются решением. Третья линия Х не равен 0. Ну, в данном случае это прямая, которая совпадает с осью А, и изображаться она будет пунктирной также линией. Поэтому вот здесь рядышком для нас это пунктир. Я хочу обратить также внимание, что точки пересечения этих пунктирных линий изображаются выколотыми. Соответственно, вот таким образом. Ну, и теперь смотрю. Две эти области. Все значения Х, которые выше прямой А равная Х минус 2, и левее прямой Х равен единице, соответственно, образуют множество точек, которые находятся вот в этом образованном углу. Это вот все значения, которые, соответственно, являются решениями двух неравенств. И, соответственно, четвертое уравнение. А равно Х квадрат минус Х минус 1. Это в координатно-параметрической плоскости парабола, ветви которой направлены вверх, поскольку коэффициент возле Х квадрата положительный, и для построения ее нужны координаты вершины. Обсцесса вершины. Это минус В, деленное на 2А. Это 1 вторая. И ордината вершины. Отставляя 1 вторую в данную форму, мы получим 1 четвертая минус 1 вторая минус 1. Минус 1 целая 1 четвертая. А значит, вершина имеет координаты. 1 вторая минус 1 целая 1 четвертая. Это вершина. Вершина нашей параболы. Итак, 1 вторая. И минус 1 целая 1 четвертая. Значит, идиничный отрезок делим на 4 равные части, соответственно, и вершина находится в этой точке. Понятно, что в направлении ветвей одной вершины нам недостаточно для того, чтобы построить параболу. Поэтому можно взять дополнительные точки. Ну, причем, одну из них, я хочу сказать, вы легко можете определить. Это точка пересечения с осью А. Для этого х равен 0. И тогда А равно у нас минус 1. Значит, точка с координатами 0, минус 1. Ну, и за счет того, что парабола симметричная линия относительно оси, проходящей через вершину, то также точкой параболы будет являться, соответственно, симметричная ей, то есть точка с координатами 1 и минус 1. Ну, и для удобства еще возьмем одну точку. Например, х равен минус 1. Соответственно, парабола выглядит вот таким образом. А равно х квадрат минус х минус 1. И также хочу обратить ваше внимание, что пунктирные линии, которые пересекают параболу, соответственно, также вырезают на ней точки. Но в данном случае эта уже точка была изображена выколотой. И еще у нас прямая, которая совпала с осью А, также вырезает точку на параболе. Так. Возвращаясь к условию задачи, мы теперь должны найти хотя бы один корень этого уравнения, который принадлежит промежутку от минус 1 до 1. И поэтому этот промежуток также изображаем в координатной плоскости. Это полоса, которая находится между прямыми х равен минус 1 и х равен 1. Так, минус 1. Х равен минус 1. Ну и, наверное, по данному, соответственно, выполненному рисунку мы теперь можем ответить на главный вопрос задачи. Найти все значения параметра А, при каждом из которых уравнение имеет хотя бы один корень, принадлежащий промежутку. Для этого используем прямую, которая перпендикулярна параметрической оси или параллельной оси Х, и сканируем данный рисунок. Хотя бы одно решение наступит тогда, когда эта прямая, соответственно, с графиком параболы, будет иметь одну общую точку. Или, другими словами, эта прямая пройдет через вершину параболы. Я хочу сказать, что мы уже знаем координаты вершины. Это значение А, которое равно минус 1,1. Легко заметить, что если прямая движется вверх, то образуются две точки пересечения с параболой, которые нас также, согласно условиям, подходят. До того момента, пока прямая не пройдет через эти две выколотые точки. В этом случае А у нас минус 1. И так, двигаясь вверх, мы также видим, что прямая и парабола имеют одну точку пересечения на промежутке от минус 1 до 1. И это одно решение продолжается до того момента, пока прямая не пройдет через точку пересечения параболы и прямой х, равная минус 1. Но в данном случае мы также уже определили, что это А равно 1. Если прямая движется выше, то, соответственно, да, решения будут уравнения, только они уже не будут принадлежать нашему указанному промежутку. Таким образом, все значения А, которые нам подойдут для окончательного ответа, это А, которое находится между этими значениями и, соответственно, между вот этими значениями. Ответ данного задания А принадлежит промежутку от минус 1,1 до минус 1, не включая ее, и от минус 1 до 1. И единицу включаю. Это является окончательным ответом. Итак, как вы видите, мы с вами рассмотрели применение метода областей для решения и логарифмических уравнений, и непосредственно неравенств параметрами. Я хочу вам пожелать удачи в освоении этого метода, ну и, конечно же, удачи при сдаче ЕГЭ. Ну и домашнее задание. Я хочу вам предложить пример, в который вы можете потренироваться, используя этот же метод решения задач. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok